Добрый день, дорогие зрители и слушатели православного канала Экзегет! Нынешние дни дают нам с вами повод побеседовать об одной замечательной подвижнице. Подвижница, к сожалению, неизвестный широкому кругу современных православных христиан, но, тем не менее, как мне кажется, память, которую хотелось бы сохранить и каким-то вот образом передать тем, кто не сподобился встретить ее при жизни. Тем более, что матушка схемонахиня Стефанида Хилова, о которой сегодня хочется рассказать, была человеком необычайно скромным, человеком, который не стремился привлечь к себе внимание, но подвязался именно для того, чтобы угодить Богу. Жил в любви к Троице Сергиевой Лавре, рядом с которой и в которой прошли многие годы ее жизни, подвязалась в любви к преподобному Сергию, который также в своей жизни неоднократно являл свою помощь так любящий и веривший в него матушке Стефаниде, ну и также верный такой ученица преподобных старцев, подвижников лавры 20 века, память о которых она также хранила и передавала тем, кто к ней приходил. Матушка Стефанида Хилова вот 24 ноября как раз таки день ее те заименитства. В этот день Святая Церковь празднует память святого мученика Виктора и святой мученицы Стефаниды, а 27 ноября это как раз таки день, в который исполнилось бы ни много ни мало, 101 год со дня рождения Стефанидушки, как называли ее любившие ее братья Лавры и те, кто приходил к этой удивительной кроткой старице, навещал ее ну вот в последние годы ее жизни. Матушка Стефанида родилась 27 ноября 1922 года в Нижегородской области под Нижним Новгородом в крестьянской семье. Жизнь ее была поистине удивительная, начиная ну просто с каких-то таких самых ранних дней ее жизни. Удивительные и в то же время преисполненные всевозможными лишениями и опасностями, которые позволили ей много перестрадать, многое перечувствовать, смириться с своей душе, приобрести те духовные дарования, которые впоследствии так украсили ее боголюбивую душу. Родители ее были простыми крестьянами, но в то же время людьми, которые не пошли вслед за безбожными настроениями своих соотечественников и своих современников, сохранили православную веру и сумели передать ее им своей дочери, которую в миру звали Фаиной. Фаина еще в молодые совсем годы испытала на себе многие такие тяжести и труды. Значительная часть их, конечно, пришлась на тяжелые годы войны. Так, один случай, которым повествовала матушка Стефанида, произошел с ней зимой. Поскольку мужчины в то время были на фронте, то ей приходилось исполнять такую, в общем-то, довольно тяжелую для девушки работу. Она должна была возить молоко с такой отдаленной, находящейся в лесу фермы на колхозное молочное хозяйство. Ехать приходилось на лошадке через лес довольно далеко. И вот однажды, когда она погрузила уже бидоны в свои эти сани, бидоны с молоком, и поехала обратно через лес на молочное хозяйство, вдруг из леса вышла стая голодных волков. Как матушка не понукала свою старенькую больную лошаденку, как не кричала ей «Вези, вези, родная!», на лошадь напал такой сковывающий просто все ее тело страх. Лошадь встала, как вросла в землю, и не двигалась ни на сантиметр. Волки спокойно, не торопясь, целой стай обступили лошадь, обступили сани, на которых стояла вот эта тоже совершенно уже оцепеневшая от ужаса возница. И матушка успела только помолиться и сказать, «Ну, с кого первые начнут, с тебя или с меня?», сказала она, обратившись к своей лошадке. И вот здесь промыслу Божьим, видимо, для дальнейшей какой-то праведной жизни будущей схемонахини Стефаниды Господь явил такое вот простое, но в то же время необыкновенное чудо. Волки обступили со всех сторон, окружили сани и лошадь, обнюхали и замерзшую неподвижную лошадку, и Стефаниду, тогда еще Фаину, которая, как она говорила, просто ни одним мускулом не могла пошевелить. Она от страха, от ужаса, который ее в буквальном смысле сковал, превратилась просто в подобие какой-то такой каменной статуи. обнюхали ее буквально с ног до головы и, совершенно, так сказать, ничего после этого не сделав, молча развернулись и ушли в лес. Первой в себя пришла лошадка. Она стронулась с места и довезла свою окаменевшую возницу до молочной фермы. С саней, с облучка ее приходилось снимать просто как каменную статую. Настолько затекли и закаменели от ужаса все ее мышцы, что сама она не могла не пошевелить ни рукой, ни ногой довольно долгое время. Только потом, притя от пережитого ужаса в себя, она сумела поведать и рассказать эту историю тем, кто встретил ее в таком виде на этом молочном хозяйстве. Вот уже в этом чудесном событии проявилось, наверное, то какое-то будущее предназначение, ради которого Господь сохранил юную возницу от целой стаи волков в лесу. Еще более страшное событие произошло с Фаидой, когда ее в числе с другими молодыми односельчанами отправили рыть на границу области противотанковые рвы. Это было начало войны. Немецкие силы рвались вверх по Волге, хотя находились еще достаточно далеко. Тем не менее, командование готовилось и отправило молодую Фаину принимать участие вот в этих таких тоже тяжелых, прямо скажем, ни женских, ни девичьих работах. И когда они копали эти рвы, внезапно налетела немецкая авиация и разбомбила все вот эти начатые работы вместе с теми, кто их совершал. Дело было уже поздней осенью, можно сказать, уже в начале зимы. Стефаниду вместе с другими завалило вот этими комиями мерзлой земли. И уже после, когда кончился налет и приехала какая-то спасательная команда, то вот этих людей, которых доставали из-под этих смершихся, замерзших завалов, их просто уже буквально примороженными друг к другу привозили в местный сельский какой-то там или городской этот морг и просто сваливали в холодном подвале для того, чтобы потом родственники могли приехать и забрать тела для захоронения. Как только мама Фаины услышала о том, что с ее дочерью произошла такая беда, а она вот движимая какой-то просто такой материнской интуицией, материнской любовью с простыми саночками приехала в город, пришла в морг, потребовала врача и, несмотря на то, что было уже ночное время, добилась того, чтобы он открыл ей морг и она сумела забрать тело своей дочери. Тело было настолько примерзшим к другим мертвым телам, что его приходилось отрывать буквально с кусками кожи. Коса просто уже примерзла тоже к другим мертвецам, сваленном вот в одну кучу в этом подвальном промерзшем помещении. Но когда Фаину принесли наверх в теплое помещение, вот это медпункт или больница, где все это находилось, то внезапно врач вдруг сказал «Подождите, подождите, так она ведь живая». Она не подавала практически никаких признаков жизни, но врач вот каким-то тоже таким чутьем, интуицией, почувствовал, что, несмотря на все пережитое, несмотря на вот эти, казалось бы, неимоверные условия, в которых выжить было невозможно, девушка все-таки жива. И он ее, как мог, там чем-то растер, укутал и велел матери не отходить вот от нее и согревать вот ее тело в течение девяти дней. Он сказал, если на вот девятый день она покажет явные признаки жизни, значит победит болезнь и будет жить. Если нет, то тогда умрет. И действительно мать, вот не отходя, сидела, находилась буквально у одра своей больной дочери, как могла заботилась, о ней согревала, растирала, вот, но в ней едва-едва чувствовалась какой-то, вот, еле-еле теплилась в жизни, чуть-чуть было заметно хоть какое-то такое дыхание. Спустя вот те дни, о которых сказал врач, вдруг она задышала полной грудью и стала понемножечку приходить в себя. Но еще несколько месяцев мама буквально с ложки выкармливала свою дочь и приводила ее, как-то вот помогала ей справиться с этой тяжелейшей болезнью. Конечно, у нее были очень тяжелые, полпораженные легкие, и она потом очень мучилась от каких-то легочных и простудных таких заболеваний в своей жизни. Но вот, тем не менее, мама сумела выходить в свою дочь. И уже после войны мама будущей мальчики Стефаниды скончалась еще сравнительно с таким молодым человеком. Однажды она попробовала щи, которые готовила в печи, а они оказались очень горячими, и она обожгла себе пищевод, там начался рак, и спустя какое-то время мама скончалась, отец был старше, он умер еще раньше, и Фаина осталась одна, замуж, как она говорила, она выходить не хотела. Мужчины ей не нравились, от них все курилом пахнет, да грубые они, говорила матушка. Я вот как-то больше любила молиться, и жить мне нравилось одной, чтобы никто не командовал и не приходилось какие-то мужские желания выполнять. Поэтому вот так она как-то и собиралась жить такой вот уединенной жизнью. После мамы остались ей какие-то средства, где-то она работала, заработала, скопила что-то, и присмотрела себе в соседней деревне домик, в котором намеревалась жить одна недалеко от храма. Но перед этим она, уже договорившись о покупке дома, отправилась в паломническую поездку, и в том числе приехала в Троиц Сергию Лавру. Это было буквально самое начало шестидесятых годов. И вот во время этой паломнической поездки она решила исповедоваться и причаститься. Спустилась в Крипту под Успенским собором, в Храм Всех Святых, где тогда совершалась исповедь братья Лавры, и на исповедь каналую вышел молодой рыжеволосый романах, будущий старец архимандрит Наумбе Бородин. Но тогда он был еще молодым, недавно рукоположенным иеромонахом, однако уже в те сравнительно молодые годы он был известен своей прозорливостью. Ну, матушка Стефанида, будущая, опять же, тогда еще Фаина об этом не знала, подошла к нему, поисповедовалась, рассказала о своих планах купить домик, батюшка помолился, а потом сказал ей, нет, домик тебе покупать там не нужно, домик тебе нужно купить здесь, в Сергеев Посаде, будешь жить рядом с Лаврой, будешь в Лавру к преподобному ходить молиться. Вот еще возмутилась про себя Фаина, я уже домик сторговала, как решила, так и сделала, и уехала к себе домой в свою нижегородскую деревню, приехала, а продавцы, с которыми она уже договорилась, ей говорят, так ты больно долго где-то ездила, ты уж извини, пока тебя не было, мы дом-то уж продали, нам лучше тебя цену посулили, тебя нет и нет, мы уж и продали дом. И так вот она оказалась деньгами и без понравившейся ей дома. Вспомнила она тогда слова иеромонаха, троица Сергия Лавры, который услышал на исповеди, вернулась Сергия в посад и денег ей хватило ровно на то, чтобы купить полдомика буквально неподалеку от Лавры во Вражном переулке. Здесь матушка и поселилась, здесь она обрела себе духовную наставницу с химонахиню Ананью, которая была такой вот подвижницей, исповедницей, долгие годы своей жизни провела в заключении, научилась творению Иисусовой молитвы, и вот это свое дело не передавала и своей более молодой ученице. Работа матушки нашлась в духовной семинаре Академии. Она устроилась в столовую посудомойкой. Вот такая непритязательная была у нее должность, которую в течение 30 лет она исполняла. При этом всегда она это делала буквально живя по заветам святых отцов, которые говорят о том, что монах должен знать две дороги келью и храм. Ну вот у матушки Стефаниды, а в постоге монашеском ее назвали Людмилой, этих дорог было, можно сказать, три. Молча, ни с кем не разговаривая, не поднимая глаз, она доходила из своего домика во вражном переулке до академической столовой, там ни с кем не вступая в разговоры, в обсуждение, молча мыла посуду, затем шла к преподобникому, как она называла преподобного Сергия, и там с усердием, с теплотой, с горячей любовью молилась преподобному Сергию, радовническим святым, стояла на богослужении, когда была такая возможность, и причащалась, часто исповедовалась сулавских отцов. Несмотря на то, что ей уже было за 45 лет, она продолжала сохранять такую необычайную внешнюю молодость и такую миловидность, и поэтому к ней нередко пытались свататься какие-то семинаристы или учащиеся академии, которые вот в этой скромной посудомойке пытались разглядеть свою будущую матушку, жену. Делали ей предложение, приглашали ее на свидание, но матушка только улыбалась и говорила, да знаете сколько мне лет? Да сколько? Ну 25, говорили студенты. Да нет, мне уж и матушка называла свой возраст, а возраст был уже прилично за 40 и за 45. И так вот еще какие-то годы вот она такой какой-то необычайно омолажала, вид сохраняла, так что за ней бегали студенты, на которых она естественно не обращала никакого внимания, поскольку они годились в диете. При этом проводила жизнь чрезвычайно целомудренную, чистую, но несмотря на это до нее, как на такую подвижницу Иисусовой молитвы, не уставал вооружаться враг и несмотря на такую чистоту своей жизни о ней постоянно ходили какие-то клеветнические слухи о том, что она живет какой-то вот такой жизнью нечистой, ну, поскольку и внешность ее, может быть, вызывала подобные предположения у людей, которые судят других по себе, а кроме того, так получилось, что когда матушка вернулась в Лавру, она как-то не нашла того романаха, будущего старца Наума, который тогда обратил к ней свое такое прозорливое слово, и оказалась среди духовных чад у одного архимандрита Лавры, о котором вот как-то шла такая, ну, может быть, не очень хорошая слава. Связано это было отчасти с тем, что по обязанности этого отца архимандрита входило привечать приезжавших в Лавру всевозможных таких высоких начальников светских, партийных руководителей, деятелей, ну, и как-то вот так накрывать для них всякие застолья, так что ему по необходимости приходилось там даже и порой выпить коньяка, но при этом, как сам он говорил, что удивительное дело, вот сколько бы ему не пришлось участвовать в каких-то таких возлияниях за этим накрытым для светских начальников богатым столом, он никогда при этом не бывал пьяным, вот как-то богодать Божия хранила его от того, чтобы алкогольный напиток оказывал на нее своеобычное действие. Это весьма его удивляло, и он как-то однажды попробовал выпить уже не для, так сказать, по нужде, по необходимости застолья, а уже просто как для собственного удовольствия, и признался, что достаточно быстро опьянел, и в этом случае вот та сила, которая сохраняла и покрывала его в том, что ему приходилось делать по послушанию, никоим образом не сохранила его от обычного воздействия алкогольного напитка. Ну, вот поскольку жизнь его была связана с вот такими застольями, то, в общем-то, как бы находились люди, которые распускали о нем ну, всяческие такие слухи и подозрения, а поскольку матушка Стефанида оказалась в числе его духовных чад, то ее нередко недобрые люди подвергали всевозможным поношениям, клеветам, укоризнам, так что она порой даже как-то очень отчаивалась за свое какое-то доброе имя, приходила к отцу Кириллу, Павлу, старт строит Сергея Лавры, жаловаться, приходила к отцу Науму, но получала всегда от них один и тот же ответ «Духовника тебе послал Господь, вот его и проси, чтобы он тебя от него освободил». Отец Кирилл однажды даже взял ее за плечи, вывел из крипты под Успенским собором, где проходила исповедь, когда она в очередной разжаловалась ему на такие поношения, которым она подвергается, подвел ее к раке преподобного, искал духовника, тебе дал преподобный, хочешь от него избавиться, избавишься тогда и от преподобного, но вот хочешь, если, молись и проси, чтобы преподобный разрешил тебя от этих духовных ус. И вот до самой смерти своего духовного отца, матушка Стефанида, несмотря на все вот эти поношения, все равно обращалась к нему, окормлялась у него и в то же время вымаливала его от его каких-то тоже таких человеческих немощей. Когда ее духовник скончался, тогда уже она стала обращаться постоянно уже как к своему духовному отцу, к архимандриту Науму, ну и как и все эти годы, всегда прибегала к молитвам, к молитвенной помощи старцев Троице Сергию Лавры и, конечно, к самому преподобному. И преподобный на эту ее любовь отвечал таким зачастую совершенно удивительным каким-то образом. Однажды матушка Стефанида очень как-то так вот расстроилась, приближался праздник преподобного Сергия, а ей так хотелось не как всегда провести этот праздник на посудомойке академической столовой, а принять в нем участие как обычной прихожанке. На праздник преподобного Сергия съезжается всегда много гостей, много людей, все столы накрыты, у посудомойки много работы, и она понимала, что скорее всего в этот праздник ничего кроме нескончаемого количества посуды она не увидит. И вот накануне этого праздника она как-то так обратилась от своего сердца к преподобному и сказала преподобненьки, как бы мне хотелось побывать на твоем празднике, посмотреть, да сколько народу к тебе приедет, да сколько будет гостей, да помолиться, да причаститься на твой праздник. Но видать мое дело будет как всегда посуда. И вот так вот с таким смиренным сердцем, с такой смиренной молитвой, опять занявшись трудами своей работы, своего послушания, она вдруг получила вот такую удивительную совершенно от преподобного неожиданную помощь. как раз в это время в академическую столовую зашел один лаврский начальник, отец архимандрит. Сел за стол, ну ему накрыли, накормили его обедом, он отобедал, побеседовал с работниками кухни накануне праздника, а потом помолился, собрался уходить, вдруг повернулся и говорит, ой, чуть не забыл, мне тут преподобный шепнул, чтобы Фаину Хилову на его праздник отпустили с работы, с послушания, чтобы она смогла на его праздник сходить. И вот так, удивительным совершенно вмешательством самого преподобного через лаврского архимандрита, такого начальствующего, матушка Стефанида, оказалась участница его праздника. Но это было только половина радости, а надо было еще успеть и поисповедаться для того, чтобы причаститься. Матушка на этот праздник, такая радостная, благодарная преподобному, прибежала в храм всех святых подуспенский, где шла исповедь, а там народу просто не протолкнуться. Такие очереди стоят к священникам, ко всем, что она понимает, что ей, если даже она успеет поисповедаться, никак не успеть на службу. Так она расстроилась в своем сердце, думает, ну как же, неужели же я на праздник не причащусь? Вдруг видит, из лотаря выходит старенький священник с бородков и петрохильки, ставит аналойчик и кладет крест Евангелия и ждет, кто подойдет к нему на исповедь. Матушка Стефанита так обернулась странно, говорит, что-то никто к этому старичку не идет, дай-ка я пойду, очень я люблю у старичков исповедаться, обязательно они что-нибудь полезное тебе скажут. И вот подошла она на исповедь, стала исповедаться, а старичок действительно не оставил ее без получения и говорит ей, деточка, ты ведь каяться совсем не умеешь. Как же, батюшка, не умею, а как надо? Вот когда каешься, нужно стоять прямо и смотреть не на священника, а на кресты Евангелия, которые перед тобой лежат на налое. Ты исповедуешься не священнику, а самому Христу, который здесь предстоит. Вот ему все свои грехи и рассказывай, и говори, а священник лишь только свидетель, совершитель таинства. Вот матушка Стефанида поисповедовалась так, как научил ее этот старичок священник. Он накрыл ее Петрахилем, она такая радостная, с таким облегчением, прямо как на крыльях отлетела, отошла от этого налое, обернулась, да, и думаю, посмотрю, кто еще к этому старичку подойдет, а старичка и нету. Тут стала Стефанидушка думать, а ведь старичок-то ведь точь-в-точь как преподобный со своей иконы. Так вот и не только преподобный ее на праздник на свой позвал, но исподобилась она еще у него и поисповедаться, когда других священников свободных не было. но это была не единственная милость, которую вот так оказал преподобный, и матушка рассказывала еще об одном случае, еще об одном явлении преподобного, которое совершилось уже у нее дома, в ее домишке во Вражном переулке. Это произошло, когда матушка уже довольно так состарилась, уже стало плоховато слышать, и однажды, будучи на Великопостной службе, она все никак не могла разобрать, что же там такое поют. А совершалось как раз богослужение Великопостных часов, пелись тропари 1, 3, 6, 9 часов, во время которых совершаются поклоны земные. И вот эти самые тропари в силу того, что уже как-то состав она плохо слышит, она никак не могла разобрать. И вот так она недоумевала, думала, что же, неужели по-иностранному стали у нас петь на клиросе? Ничего, я что-то не понимаю. Опять, что ли, на каком-нибудь иностранном языке они поют? Никак не могу разобрать какие там слова. И вот ночью уже после этого дня, отдыхая у себя в своей избушке, матушка Стефанида вдруг как-то так вот почувствовала, что никак не может она заснуть. Прям какое-то у нее такое возбуждение. И вдруг открывается дверь и входит к ней в комнату преподобный. А за ним еще целая толпа народа. И как будто бы монахи, но лиц ни у кого не разобрать. И преподобный говорит, что матушка никак-то не могла разобрать, что нынче на клиросе пелось. давайте братья споем матушке тропари, чтобы могла она их услышать. И вот они спели друг за другом тропарь первого, третьего, шестого, девятого часов. И великое такое утешение наполнило матушкино сердце. И преподобный каждый раз после этого спрашивал, ну что матушка, на сей ты раз разобрала слова или опять по-иностранному пели? Нет батюшка преподобный, говорит ему Стефанида, все понятно, все по-русски пели. И вот так преподобный Сергий навестил, спел ей вот эти с хором братья тропари, а потом благословил и исчез из вида. А надо сказать, что в коридоре у матушки ночевало несколько паломников, которые она у себя привечала, поскольку какие-то были такие дни, в которые приезжали паломники, в большом числе не всем хватало места, и она вот как-то так, исполняя долг гостеприимства, располагала их у себя в своем скромном жилище. Она вышла, окликнула, спросила, вот только что кто-то сюда приходил, столько народу приходило, неужели вы никого не видели? Нет, матушка, говорят, никого мы не видели, ничего не слышали. А в душе у матушки все продолжали звучать вот эти тропари, которые пел преподобный, с хором братья, и вот она подошла и в тетрадочку, которая у нее лежала на столе, записала все так запечатлевшиеся в ее уме вот эти слова, этих тропарей, которые спел преподобный. Я эту тетрадочку потом у нее видел, она мне показывала, и действительно там явно наслуг с некоторыми ошибками, но в точности были записаны именно эти самые тропари великопустные первого, третьего, шестого и девятого часов, на которых совершается клинопреклонение. Вот это было такое еще одно явление матушки преподобного, которое очень ее так укрепило, утешило, поддержало ее в ее уже такой старческой немощи. Ну, эти утешения, эта помощь преподобного на самом деле давались и не просто так, и не на ровном, на пустом месте. Дело в том, что, конечно, помимо таких каких-то благодатных явлений было очень много каких-то искушений и бед, которые матушка несла. В первую очередь, конечно, это были известные, знакомые вот такие, вот такого рода подвижникам, делателям Иисусовой молитвы нападения бесовских демонических сил. Вот сама матушка жаловалась, что бесы очень не всегда старались мешать ей, когда она творила Иисусову молитву. Она очень любила молиться по ночам, и вот уже в такой своей старческой немощи, уже когда не могла пласть поклоны, ночью сядет на кроватке и начнет читать Иисусову молитву. А под кроватью вдруг начинается такой гул, такой дрожь, как будто бы какую-то машину огромную включают, и от этой дрожи, гулы, говорит, прямо начинается путаться сознание, тяжело творить молитву, забываешь даже самые простые слова. Но несмотря на все эти нападки, на все эти искушения, которые она терпела и несла и от людей, и от бесов, матушка продолжала вести вот такой молитвенный образ жизни и искренне так удивлялась, когда кто-то говорил, что Иисусу молитву творить сложно, в особенности не рассеиваясь. Да нет же, это так просто, но только молиться надо, чтобы не было никаких совсем других мыслей, говорила матушка в такой какой-то удивительной своей святой простоте. Когда она уже состарилась, то у нее дома поселилась одна семья. Там женщина, которая у нее поселилась, тоже работала на лаврской кухне, и ее, так сказать, как бывшую матушке новую коллегу порекомендовали, чтобы она жила как-то у нее и присматривала за ней, поскольку матушке было уже очень много лет. Но женщина оказалась совершенно такая мирская по своему духу, настроению, с ней жил сожитель, они очень любили вместе смотреть телевизор по вечерам, и матушку это, конечно, необычайно огорчало. И вот однажды я к ней пришел, а матушка прям такая вся радостная, светится, такая прям довольная, и все повторяется своим таким очень простым, каким-то нижегородским этим выговором, от которого она не избавилась до конца своих дней. Ах, да какая мне льгота вышла, ах, да какая у меня радость. Я говорю, чего ж ты, матушка, радуешься? Да вот жильцы-то съезжают, телевизор-то теперь не будет. Я говорю, а что тебе телевизор? Ты же не слышишь ничего, ты же глухая все равно. Я-то не слышу, она говорит, да зато бесы слышат, доходят, как хотят здесь из-за этого телевизора. То есть этот телевизор с его такими страстями постоянными, с этими какими-то фильмами, новостями, с этой постоянной какой-то суетой, безусловно, создавал такую какую-то атмосферу весьма приятную демоническим силам. таким вот образом конечно оскорнял вот это монашеское уединение с Химницей и безусловно тоже все это мешало ей молиться. И несмотря на то, что сам звук телевизора был не слышен, но то духовное воздействие, которое она через него испытывала, на ней отражалось очень таким тяжелым образом, и поэтому она необыкновенно радовалась после того, как наконец-таки удалось добиться того, чтобы эти жильцы покинули ее дом и уехали от нее вместе со своим телевизором. Вообще матушка конечно была такая необыкновенно радостная, очень простая, очень с такой великой любовью принимала всех, кто к ней приходил, и вот после какой-то такой даже небольшой встречи с нею на душе оставался такой какой-то след удивительной духовной радости. Еще она очень любилась такой вот какой-то когда особенно так кто-то пожалуется на какие-то свои болезни, немощи, она так ничего не говоря вот так вот возьмет наклонит голову человека, который к ней пришел и на что-то жалуется и начинает крестить с молитвой, с такой тайной голову этого человека со всех сторон и после этого какое-то такое необычайное облегчение чувствовалось и в голове и во всем теле после того как матушка совершит эту такую несложную молитвенную так сказать процедуру такое вот действительно лечебное действие которое оказывалось вот этим ее таким молитвенным очень сострадательным простым казалось бы действием в это время она такая становилась очень сосредоточенной и прямо было видно по ее лицу как она жалеет и сопереживает вот за того человека который к ней пришел и вообще то что конечно отличало матушку это была такая необыкновенная простота вот какая-то необыкновенная такая ясность который читался в ее взгляде в ее поведении ей нравилось когда к ней приходили люди молиться это не мешало но она радовалась тому что вот вокруг нее какие-то люди которые тоже любят Бога любят преподобного Сергия любят Христа если ее просили дать какой-то совет она всегда говорила очень просто очень такими простыми словами обычно она говорила как Господь Бог управит и как преподобный Сергий благословит ну обычно она называла преподобного преподобненьким еще иногда она ну когда к ней приходили те кто вот обращался к отцу Науму или к отцу Кириллу она еще обычно говорила и как вот ну как вот благословить батюшка как благословит отец Наум или батюшка отец Кирилл и И с такой простотой решались какие-то все самые, казалось бы, сложные вопросы. После его таких простых слов возникало внутреннее чувство, что на самом деле все в руках Божьих, что Господь непременно все управит и сотворит по своей милости и по молитвам преподобника, то есть преподобного Сергия и святых, и наших отцов, и духовников. Вот таким удивительно каким-то радостным, светлым, боголюбивым человеком, который одновременно живет и на земле, и в обществе столь любимого ею преподобникова, любимых ею святых, в непрестанном таком предстоянии перед Богом, провела свою жизнь замечательная, тихая подвижница схимонехния Стефанида. Представилась она, причастившись в день святого великомученика Георгия Победоносца на Пасху 2008 года на Световой Седмице. И в душах, в памяти и Ларвской братьев, и тех, кто знал Матушку Стефаниду, остался вот такой теплый, светлый след, вот такое согревающее сердце воспоминания. Ну и те, кто не знал Матушку Стефаниду и, может быть, хотя бы просто почувствовал к ней какое-то сердечное внутреннее расположение благодаря этим воспоминаниям этой беседе, может быть, тоже сейчас помянет ее в своих молитвах, помянет Матушку схимонехини Стефаниду в день ее именинти за именинство 24 ноября, в день ее более чем столетнего уже рождения 27 ноября нового стиля сего года, и ее молитвами также, да, получат милость своей собственной душе. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...